Меня зовут Шангул Кристина Мидовна, я работаю в клиническом канале. Моя тема это животное с улицы, что же скрывает анорексия, рвота и диарея. Разберем подробнее, что такое у нас анорексия и какие виды бывают и что к ним приводит. Анорексия это полная утрата аппетита или частичный отказ от корма. Бывает истинная или псевдоанорексия. Истинная анорексия это когда у нас происходят проблемы с нарушением желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, то есть это наши с вами рвота и диарея и какие-то инфекционные заболевания, которые могут приводить к такому виду анорексии. И псевдоанорексия это тот вид анорексии, то есть животное голодное, оно хочет есть, но присутствуют проблемы, например, в ротовой полости, из-за чего животные не могут потреблять пищу и присутствует боль, из-за чего они тоже не могут кушать. Разберем подробнее, то есть начнем с псевдоанорексии, вот тут сейчас будут подпункты, что вот приводит, то есть это воспалительные процессы в ротовой полости, это наши с вами стоматиты, генгивиты, язва в ротовой полости, тут как раз представлена картиночка кошечка с обширной язвой на языке, то есть это очень больно, это все воспаляется и в ротовой полости, то есть это затрудняет потребление пищи. Также к псевдоанорексии такие патологические процессы воспалительно-гнового характера в верхних дыхательных путях, плотницы, это наши с вами котики с рентрихиитом, герпес-вирусом, то есть вот тут представлен котик с гнойным выделением из носа, что затрудняет то, из-за чего у животного отсутствует обоняние. Тут у котика тоже есть язвочка на носу, гнойное выделение из глаз. Вот, также вот у нас недавно котик был, это очень часто приходит с травмами в ротовой полости, которые причиняют дискомфорт и боль, то есть тут, к сожалению, фото смазано, но тут мы видим то, что качутся перелом нижней челюсти по симпезу, то есть в принципе это вот тоже затрудняет давление пищи и приносит боль животному. И что же у нас относится к истинной анорексии, это вот, как ранее говорила, нарушение в работе пищеварительной системы, тут присутствует закупорка, то есть присутствует непроходимость либо механическая, либо динамическая. Это вот, знаешь, с вами инородные предметы, там язвенная болезнь желудка или кишечника, тут тоже фото представлено, рентген, собачка тоже подобранная с улицы, тут сделали рентген и увидели шуруп в желудке. Такое тоже очень часто бывает, и насколько я знаю, по-моему, докхантеры, кидая мясо или какую-нибудь наживку, засовывая туда разные шурупы, волты, чтобы вот как раз подбирали животные уличные, такие как собаки и кошки. И наши с вами инфекционные заболевания тоже, такие как паровирусные инфекции, паникпения кошек, которые приводят к неперевариванию пищи, вызывают потерю аппетита. Далее присутствует, есть, получается, несколько симптомов, вот и к истинной анорексии, которую относят, это у нас получается рвота и диарея. Какие же существуют причины рвоты и диареи? То есть это у нас заболевания печени, например, начнем с рвоты. Это заболевания печени, различные вагинации, непроходимость механическая или динамическая, болезни почек, болезни центральной нервной системы. Также паровирусные инфекции, паникпения кошек, различные геминтозы, чумак лотоядных, панкреатиты, все это у нас приводит к рвоте, тем самым к истинной анорексии. То есть для этого животное, из-за чего у животного отсутствует аппетит. Далее это у нас получается диарея, тоже один из симптомов. И тут тоже ряд диагнозов, заболеваний, которые могут приводить к данному симптому. Это также вирусная инфекция и геминтозы, элементарные токсины, так как животное на улице, оно может подбирать все, что угодно. Начинают там различные травы, цветки, камни, вот все это может приводить к серии. Итак, как поставить нам диагноз? Первоначально вот животное приходит, люди находят животное и приводят его к клинику. Конечно, это же анализ, но так как животное нашли его только с улицы, анализ, скорее всего, будет скудный, потому что они ничего не знают вообще, что оно, как оно, где оно вообще и как вообще живет. Вот, тщательный осмотр, начиная от головы и заканчивая кончиком хвоста, то есть это наше с вами, то есть уже на приеме предварительно мы можем с вами поставить диагноз и уже назначить лечение, пока мы ждем анализы или ПЦРы. То есть, например, мы уже сразу можем посмотреть в ротовую полость, увидеть там язвы, сразу можем увидеть те же самые геноидные выделения из носа, из глаза и то есть уже назначить какую-то терапию, чтобы помочь животному и чтобы она начала кушать. Также анализы крови, это биохимия клиника Электролиты, то есть тут необходимый минимум, который может помочь животному с улицы. Это УЗИ в брюшной полости, чаще всего в приемных УЗИ-аппараты сразу находятся, и то есть на приеме, пока мы осматриваем его животное, тут же можем предложить УЗИ-диагностику и посмотреть, что у нас происходит внутри. Рентген, тоже в качестве дополнительной диагностики, и, конечно же, ПЦР на вирусной инфекции, потому что для владельцев очень важно, во-первых, то, что данное животное, оно будет заразное и, наоборот, не заразное в той иной мере, потому что чаще всего уже люди, которые находят животное с улицы, у них дома еще есть пару котов, и для них очень важно точный диагноз, чем оно болеет и насколько заразна та или иная инфекция. Вот, начнем, например, с анализов крови, когда мы их получаем, то есть уже предварительно можем сказать, чем животное болеет, пока мы ждем ПЦР на те вирусные инфекции, на тот же самый, например, паровирусный энтерит, то есть, например, тут мы видим снижение альбумина, то есть сразу понятно то, что животное либо долго голодало, либо у него какая-то присутствовала диарея. Также тут присутствует снижение гемоглобина незначительное, и самое важное, это выраженная лейкопиния, это снижение количества лейкоцитов, то есть 0,1. Это сразу мы можем заподозрить паровирусный энтерит и уже назначить терапию. Далее, например, тоже вот клинические случаи кошечка, которую тоже нашли на улице, тут явное снижение альбумина, красной крови, то есть либо у него присутствует, также кошечка, либо долго голодала, либо у нас какие-то проблемы, либо, ну вот, скорее всего, она долго голодала, и анемия, то есть, возможно, у него есть какие-то крови паразиты, либо также на долго не ела, которые вот могут свидетельствовать о том, что у нас идет снижение красной крови. Далее, как ранее говорила, на приеме мы также можем сразу провести это УЗИ-диагностику и тоже предварительно поставить, что назначить терапию и какую инфекцию или что подозревать у животного. То есть, например, вот тут представлен котенчик, тут у нас присутствует динамическая непроходимость, то есть, отсутствует вообще моторика, у нас расширенный кишечник, толщина стены, то есть, тут уже мы можем 100% подозревать вирусную эффекту. Вокруг кишечника присутствует свободная жидкость. Вот. Тут тоже у собак. Также видим динамическую непроходимость, расширенные петли кишечника. и вот тут прям такой явный признак того, что это, скорее всего, паровирусный интернет. также дело УЗИ, мы с вами можем увидеть из-за подозрева, ну, скорее всего, 100% у животных с улицы будет гистная инвазия, но иногда это очень четко и видно на УЗИ. вот тут. Сейчас, секунду. Вот он, прослеживается наш с вами. То есть, мы предварительно можем подозревать, что, как бы, это гельминт, потому что он длинный, гиперхогенный, какие-либо включения. Чаще всего это является гельминтом. И тут вот тоже представлен часть кишечника, и вот тут он прям его видно, этого гельминта. Вот. И в качестве, вот, ранее дополнительной диагностики это является рентген-диагностика. То есть, к нам тоже поступала собачка, сделали УЗИ, так как в желудке находилось огромное количество чего-то непонятного. Вот, сделали рентген, увидели вот этот шуруп, отправили собачку на гастроскопию, по гастро мы увидели просто какую-то мешанину, в итоге провели гастроскопию, и извлекли вот огромное количество травы, каких-то там шкурок, сосисок, ну вот, и достали все-таки вот этот вот шуруп. То есть, рентген тоже является одной из необходимых методов диагностики. И, конечно же, пациерная вирусная инфекция, которая уже точно подтвердит, да, у нас есть там кальцифероз, и, да, у нас там есть паровирусный нитрит. Итак, как помочь животному, которое у вас там поступает в лице, то есть, мы оцениваем его общее состояние, и уже назначаем какую-то терапию, исходя из каких-то, то есть, из УЗИ диагностики, исходя из общего состояния, исходя из анализа крови. То есть, ну, сразу же это, конечно, восстановление перфузии дегидратации, как ранее говорили. То есть, используются кристаллоиды, восстановление электролитного баланса. В случае с рвотой, то есть, назначаются противорвотные препараты. Если же увеличен желудок, проводят зондирование, то есть, от содержимого желудка для снижения риска дальнейшей рвоты, аспирционной пневмонии. И, то есть, лечим уже первую причину возникновения рвоты и диареи, то есть, если же рвота там по причине механической непроходимости, то есть, мы стабилизируем животное и отправляем для разрешения данные механической непроходимости, или же это динамически, и тогда лечим причину динамической непроходимости. И, конечно же, противопаразитарная антибикровная терапия. Какие противорвотные препараты используем? Чаще всего это маропитант, это сирения и анденситрон. Противопаразитарная терапия. Тут назначаются препараты, антигельминчики, препараты выбора, то есть, чаще всего, что мы советуем и используем, это препараты Мельвимакс, Мельпрозон, которые действуют на основные виды тестот и нематод, Эндогард, Кониквантел, которые тоже действуют на вот эти паразитов, плюс они действуют на простейших как лямблиоз. И антимикробная терапия, то есть, назначается уже как-то метаминдазол либо тилозин. Если же все-таки у нас отсутствует какая-либо динамическая непроходимость, и возможно давать какие-либо препараты перорально, и у нас присутствует моторика желудочно-кишечного тракта, то также мы назначаем антидиарейные препараты, это смекта. Как же, если мы с вами все-таки исключили динамическую или механическую непроходимость, как же животное заставить есть? То есть, первоначально, конечно, это попробовать как-то его, когда мы убрали все причины псевдоанорексии или истинной анорексии и исключили вот эти виды непроходимости, то есть, и тогда уже пробуем кормить животное. То есть, сначала, конечно же, выбираем самые вкусные корма, которые, скорее всего, рекавери или конвалиенсов, то есть, пробуем с руки. Потом, если животное с руки не ест, пробуем как-то осуществлять кавление со шприца. Вот, если же такие поражения, как я вам ранее показывала, в ротовой полости и животное вообще ни в какую не хочет есть, нужно, конечно же, обезболить ротовую полость, просонировать, если есть динамическое выделение теплым раствором натрия и хворит, и если же все-таки после всех этих манипуляций животное не ест, то, конечно же, самый выход – это стома. Очень удобно, и животное может потреблять пищу в том объеме, которому необходимо. Продолжение следует...